Наш шевелевский мост, который делает, а вот так выглядит киностудия Довженко в наши времена. Никак она не выглядит. Это пропускной фон. Но все равно, все заброшено. Всем привет, не удивляйтесь, сегодня мой второй день, вот в среде 48 часов. Не удивляйтесь, что я так одет, потому что погода кардинально изменилась. Сейчас у нас минус 3, но ощущается как минус 9, то есть очень холодно. А приехала сюда вообще в пиджаки и футболки. Ну и в зимнюю футболки, конечно, в осеннюю ботиночку. Не думал, что так будет холодно. Сейчас иду, решаю все свои дела. Нужно забрать диплом, который я заказывал еще летом, чтобы мне поменяли в нем ошибку. Надеюсь, они ее сделали. Сделали эти диплом. И потом на поезд. Поезд Киев-Рига. Еще у меня полтора часа времени. Надеюсь, что успею. Ну, а сейчас Киевский политех снова. Честно сказать, как же я надеюсь, что все сделано. Мне нужно просто забрать. Но мне кажется, что будет не так. Мне кажется, что будет как всегда. Мы сделали, мы не знаем где он. Подождите, придите после обеда и так далее. И я снова не заберу свой диплом. Как-то так, я думаю. Ну, что, друзья, вот наш любимый КПИ. Всеми любимый. Каковы ваши ставки? Забрал я диплом или нет? Вот так. Нажмите сейчас на паузу. Нажмите на паузу. Подумайте хорошенько и напишите в комментариях, забрал я диплом или нет. И сейчас узнаете. Надеюсь, вы написали уже комментарий. Поэтому нет, не забрал. Подал документы я в июле месяце. В июле месяце я написал заявление на то, чтобы мне поменяли мой додаток до диплома. Дополнение к диплому, где все мои оценки и так далее. Почему? Потому что кто-то, когда выдавал этот додаток, он вместо того, чтобы поставить печать, в них распечатали. Распечатали печати на принтере. Просто. Как так можно сделать? Образовательное учреждение. Понимаете, да? Соответственно, у нас прошло уже пять месяцев с того времени, как я подал заявление. И мне сказали, нет, ничего не сделаешь. Хорошо. А почему? Ну, человек, который занимается дипломом на вашей кафедре, он был в приемной комиссии летом. Сейчас он ушел в отпуск на два месяца. И он только вот вернулся. Но понимаете, у нас тут другая проблема. Он вернулся, а у нас руководство поменялось. Вы заявление писали на одно руководство, а теперь нужно написать заявление на другое руководство. То есть, такая видимость работы, вот это, блин, нельзя сделать все быстренько. Не знаю, просто это бесит. Простая вещь. Сделать даток к диплому, поменять просто. Распечатайте старое, поставьте печати и выдайте мне его. Это один день работы, да даже меньше. Этим должен заниматься один человек, который делает дипломы. Нет. Нет. И когда я заберу диплом? Я не знаю. Да, хорошо, что у меня есть все копии, все остальное. Он был заверен, что он действительно, его подтвердили. Он мне нужен, нормальный диплом. Чтобы я второй раз, когда мне нужен был, я не ездил, его не подтверждал, как в прошлый раз. Реально потратил кучу времени, чтобы подтвердить, что он реальный. Короче, просто, и вот говорят, самый лучший вуз Украины. Киевский политик. В чем он лучший? Конечно, это другая тема для разговора. Есть что обсудить, есть что рассказать, есть даже с чем сравнить. Но, пожалуй, я не буду сейчас об этом говорить. Просто суть проблемы в том, что диплом я не забрал. Я очень не растерял. Очень. Ну, ладно, сейчас не об этом. Уже 11.40 и идем на полость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И вот, вот моя плоскошное место, номер тринадцать. Все, наконец-то сели, будем ехать на Вильнюсе. Про поезд тоже расскажу, но про поезд тоже. Спасибо за просмотр! Итак, друзья, что касается поезда четырех столиц Киев-Рига. Отправляется с Киева он примерно в 12.40 и в Вильнюсе он в 3 часа 40 минут ночью приезжает. Едет он примерно 15 часов. И нужно пройти четыре границы. Граница Украины проходится сразу же на железно-торожном вокзале в Киеве. Дальше нигде в поезд по территории Украины сесть нельзя. Следующая граница – это граница с Белоруссией. Примерно она в часов пять или шесть вечера. Потом можно поспать хорошенько, выспаться. И следующая граница начинается уже с часу ночи. В час ночи опять белорусская граница и примерно в два с чем-то уже литовская граница. Здесь уже спать бесполезно до самого Вильнюса. Вагоны здесь есть как плацкартные, так и купейные. Есть, конечно же, еще люкс. На этот раз я ехал в плацкартном вагоне. Довольно хороший вагон. Стоимость билета примерно 36 евро. Сюда включена постель и два напитка. В прошлый раз мы ехали в купейном. Стоимость одного билета примерно 60 евро. Что мне больше всего нравится, когда едешь на поезде? На границах не нужно выходить. По сравнению с автобусом, на автобусах нужно выходить. Здесь не нужно. К тебе пограничники приходят сами, таможенники приходят сами. А еще в вагоне можно лечь поспать и выспаться. Что касается моей поездки. Справился я за 45 часов. В Вильнюсе мы были уже в 3.30 утра. И примерно через 15-20 минут я уже был дома. То есть в 4 утра я уже был дома. И мой чёрт, можно сказать, был завершен. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok